Трасса 101 Приветствую в эфире Трасса 101 Владимир Сметанин не нарушает почти Для Кировской области снова закупают комплексы фото-видео фиксации нарушений ПДД На это потратят 186 миллионов бюджетных рублей Всего камер будет почти 80 По данным властей их установят на южном обходе областного центра На трассах Киров-Оричи, Киров-Вятские поляны, Киров-Советск-Геранск и других Не секрет, что число дорожных камер в нашем регионе на протяжении последних лет постепенно росло Пауза была взята в 2020 году из-за возникших у правоохранительных органов подозрений в том, что комплексы приобретались с нарушением закона Трасса 101 В России предложили объявить амнистию по штрафам ГИБДД Инициатива прозвучала в Государственной Думе Якобы это могло бы стать своеобразным утешением для граждан в условиях введения западных санкций Проект амнистии должен быть готов в ближайшее время В него не попадут особо грубые правонарушения, например, вождение в нетрезвом виде А вот штраф за непристегнутый ремень или забытые дома права, пожалуй Трасса 101 Компания Киа второй раз за март подняла цены на автомобили Максимальный размер подорожания 1 миллион рублей Меньше всего 170 тысяч прибавил в цене хэтчбэк Пиканто Теперь цены на него начинаются от 1 миллиона 335 тысяч рублей На седан Рио накинули почти 200 тысяч Сейчас для его покупки нужны минимум 1 миллион 408 тысяч рублей Кроссовер Sportage, судя по ценнику, шагнул в премиум сегмент от 2 миллионов 718 тысяч Soul стоит не менее 1 миллиона 800 Трасса 101 Продажи новых электромобилей в России бьют рекорды В феврале, по данным агентства Автостад, наши соотечественники приобрели электрокаров без пробега в 4 раза больше, чем в последний зимний месяц 2021 С выше половины сделок пришлось на бренд Тесла В первую очередь это Тесла модель Y и Тесла модель 3 Далее идут Audi e-tron и Porsche Taycan Добавлю, в нашей стране недавно определили 12 регионов, куда будут направляться деньги на развитие инфраструктуры для зеленого транспорта В том числе это Татарстан и Нижегородская область А компания Jack планирует вот-вот возобновить поставки в Россию кроссовера GS5 Который продавался у нас до середины осени прошлого года Тогда китайский конкурент Hyundai Tucson, Kia Sportage и Toyota RAV4 стоил в среднем 1 миллион 800 тысяч рублей Теперь цены точно перевалятся за 2 миллиона Автомобиль оснащается полуторалитровым бензиновым турбомотором мощностью почти 140 лошадей Трансмиссия механика либо автомат, привод только передний На этом все, вопросы и комментарии оставляйте на сайте Эхо Кирова Подписывайтесь на наш телеграм-канал Трасса 101 До свидания Трасса 101